Дороги наши, сад для глаз, деревья с дёрном, вал, канавы. Работы много, много славы. Да жаль, проезда нет под час, писал Вяземский. Но как мы видим, что 19 век, что 21, ничего не изменилось. Объехать такое количество ям – дело непростое. Этой задачей увлечены все автомобилисты. Алексей Калинкин ежедневно проезжает по Вашутинскому шоссе на работу и обратно. Дорога узкая и разбитая. После шести здесь пробки, в которой можно простоять один километр до съезда на Репино, порядка полутора часов обычно. Поэтому мне приходится задерживаться на работе и выезжать с работы в девять часов. На повороте достаточно большая яма, когда её объезжаешь, приходится выезжать на полосу встречного движения. Это создаёт аварийную ситуацию, можно с каким-то встречным транспортом столкнуться. Вот недавний обвал грунта на этой же дороге и его последствия. Специалисты Химдора объяснили – всему виной перепады температуры, обильные осадки и расположенная рядом организация, которая игнорирует тех условия, в частности создание водоотводов на освоенной территории. Работы по восстановлению ведутся, но аварийный ремонт – всё же неполная реконструкция. Мы рассчитываем, что со строительством дороги Москва-Санкт-Петербург будут выделены средства на реконструкцию наших прилегающих дорог, потому что построены они очень давно. Пока химчанам остаётся только ждать и быть осторожнее на этой дороге. Татьяна Костанда, Алексей Козеров, Служба новостей.